здравствуйте ребята тема нашего урока признаки равенства треугольников равнобедренный треугольник сегодня на уроке мы повторим основные элементы треугольника признаки равенства треугольников и вспомним определение и свойства равнобедренного треугольника решим задачи на их применение отметим три точки не лежащие на одной прямой и соединим их отрезками получим геометрическую фигуру которая называется треугольником точки называются вершинами треугольника а отрезки сторонами треугольника любой треугольник имеет три угла и три стороны на рисунке изображен треугольник ABC точки ABC являются вершинами треугольника отрезки ABC и AC стороны треугольника данный треугольник ABC можно обозначить иначе треугольник BCA и треугольник CBA то есть назвав вершины в любой другой последовательности углы ABC, BAC и BCA углы треугольника их еще можно обозначить одной буквой угол B угол A угол C углы стороны треугольника называют его основными элементами сумма длин трех сторон треугольника называется периметром треугольника об одном угле треугольника можно сказать что он лежит между сторонами а о двух углах что они принадлежат одной стороне так угол A лежит между сторонами AB и AC угол C лежит между сторонами AC и CB углы A и C принадлежат стороне AC углы B и A принадлежат стороне AB Кроме того употребляют выражение угол A лежит против стороны стороны AB лежит против угла C например угол A лежит против стороны BC сторона AB лежит против угла C два треугольника называются равными если их можно совместить наложением совпадающих треугольниках равны все соответствующие элементы то есть равны соответствующие стороны и углы на чертеже равные углы отмечают одинаковым числом дуг а равные стороны одинаковым числом черточек на рисунке треугольник ABC равен треугольнику KMN потому как отмечены углы и стороны можно заключить что угол A равен углу K угол B равен углу N угол C равен углу M сторона AB равна стороне KN сторона BC равна стороне NM сторона AC равна стороне KM чтобы установить равенство треугольников без наложения их друг на друга вовсе не обязательно устанавливать равенство всех шести соответствующих элементов оказывается достаточно установить равенство некоторых из них о том какие именно элементы нужно сравнивать нам расскажут признаки равенства треугольников первый признак равенства треугольников теорема если две стороны и углу между ними одного треугольника соответственно равны двум сторонам и углу между ними другого треугольника то такие треугольники равны сторона AB равна стороне A1B1 сторона bc равна стороне b1c1 угол b равен углу b1 следовательно треугольник abc равен треугольнику a1b1c1 рассмотрим задачу на рисунке сторона ad равна стороне dc угол 1 равен углу 2 доказать что треугольники a bd и c bd равны найти стороны bc и ad если a b равно 15 сантиметров а д равно 12 сантиметров доказательства сторона ad равна стороне dc по условию угол 1 равен углу 2 также по условию сторона bd общие треугольник a bd равен треугольнику c bd по первому признаку равенства треугольников а так как треугольники равны то соответствующие элементы будут равны следовательно сторона а b равна стороне bc равно 15 сантиметров сторона ad равна стороне dc равно 12 сантиметров ответ 15 сантиметров и 12 сантиметров второй признак равенства треугольников теорема если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащих к ней углом другого треугольника то такие треугольники равны то есть сторона ac равна стороне a1 c1 угол а равен углу a1 угол c равен углу c1 следовательно треугольник a bc равен треугольнику a1 b1 c1 задача даны два треугольника а у к и н м о с общей вершиной о сторона а о равна стороне n о сторона к о равна стороне м о равно 7 сантиметров сторона а к равна 40 сантиметров периметр треугольника а о к равен сумме длин сторон а к к о и а о из данного равен находим а о подставим наши данные и получаем 37 сантиметров теперь рассмотрим треугольники а у к и н м о они равны по второму признаку равенства треугольников так как а о равно n о по условию сторона к о равна стороне м о также по условию угол а о к равен углу n о м как вертикальные так как треугольник а о к равен треугольнику n м о то соответствующие элементы равны значит сторона а о равна страны и э н о а равно 37 см ответ 37 см третий признак равенстве треугольников теорема если три сторона одного треугольника а соответственно равны трем сторонам другого треугольника то такие треугольники равны то есть сторона а АВ равна стороне А1В1, сторона ВС равна стороне В1С1, сторона АС равна стороне А1С1. Следовательно, треугольник АВС равен треугольнику А1В1С1. Решим задачу. На отрезке АС по разной стороне от него построены два треугольника АВС и АДС. Сторона АВ равна стороне АД, сторона ВС равна стороне СД. Угол АДС равен 120 градусов. Найти угол АВС. Решение. Треугольник АВС равен треугольнику АДС по третьему признаку равенства треугольников. Сторона АВ равна стороне АД по условию. Сторона ВС равна стороне ДС также по условию. Сторона АС общая. Угол АДС равен углу АВС и равно 120 градусов, так как в равных треугольниках соответствующие элементы равны. Ответ. 120 градусов. Равнобедренный треугольник. Построим треугольник АВС следующим образом. Начертим угол В. И на его сторонах от вершины В отложим равные отрезки. ВА и ВС. Проведем отрезок АС. Тогда получим треугольник АВС. В котором две стороны ВА и ВС равны. Такие треугольники называются равнобедренными. Определение. Треугольник называется равнобедренным, если две его стороны равны. Треугольник же, у которого три стороны равны, называется равносторонним. Равные стороны называются боковыми. А третья сторона – основание. Угол В – угол при вершении. Углы А и С – углы при основании. А теперь рассмотрим теоремы о свойствах равнобедренного треугольника. Первая теорема. В равнобедренном треугольнике углы при основании равны. В данном треугольнике АВС углы А и С равны. Вторая теорема. В равнобедренном треугольнике бисектриса, проведенной к основанию, является медианой и высотой. Поскольку мы установили, что бисектриса, медианой и высота, проведенной к основанию равнобедренного треугольника, совпадают, то справедливы также утверждения. Первое. Высота, проведенная к основанию равнобедренного треугольника, является медианой и бисектрисой. Второе. медиана, проведенная к основанию равнобедренного треугольника, является высотой и бисектрисой. А можно ли распространить эти утверждения на равносторонний треугольник? Можно. В равностороннем треугольнике бисектриса, высота и медиана, проведенные из любой вершины, совпадают. Решим задачу. В равностороннем треугольнике АВС на стороне АС отмечены точки Д и Ф, так что АД равно ФС, и проведены отрезки ДВ и ФП. Докажите, что треугольник ДВФ равнобедренный. Доказательства. Треугольник АВД равен треугольнику СВФ по первому признаку равенства треугольников. Сторона АВ равна стороне ВС по условию. Сторона АД равна стороне ФС также по условию. Угол А равен углу С по свойству равностороннего треугольника. Сторона АВД равна стороне ВС, так как в равных треугольниках соответствующие элементы равны. По определению треугольник ДВФ равнобедренный, что и требуется доказать. Итак, на этом уроке мы повторили основные элементы треугольника, признаки равенства треугольников, вспомнили определение и свойства равнобедренного треугольника и решили задачи на их применение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok